Сегодня мы перейдем к теме «Мудрый как Соломон». Мудрость, как у Соломона, дарует нам мир, который нам невозможно понять разумом. Мудрость, как у Соломона, дарует нам мир выше нашего понимания. Если это выше нашего понимания, то это значит, что вы не можете этого понять. Вы не можете понять, как оно работает, как вы чувствуете мир, в то время как ваш разум говорит вам, что вы не должны испытывать этого состояния. Вы испытываете мир, который вы не можете объяснить. Этот мир может быть только рядом с Богом, только в нем и с Ним. Потому что мудрость — это дух, дух мудрости. Иисус о себе говорил. И вот здесь больше Соломона. Иисус Христос — мудрость Бога. Если у нас есть мудрость Соломона, это значит, что у нас есть Бог. И неважно, в каких обстоятельствах, в каких штормах, с какими жизненными вопросами, вы бы не разбирались, несмотря ни на что, вы ощутите мир и покой, превосходящий всякое разумное объяснение. Вы не сможете его объяснить, вы не сможете его объять. А люди вокруг вас будут говорить. Как это возможно? То есть, что такое мудрость? Неважно, взрослый вы или подросток. Вы рано или поздно задаете себе этот вопрос. Что такое мудрость? Может быть, и сегодня есть люди, задающие себе этот вопрос. Стоит или не стоит мне делать операцию? Как поступить мудро? Что такое мудрость? Продать ли мне мою антенну? Или стоит ее отремонтировать? В чем мудрость? Стоит ли мне продолжать снимать квартиру или купить дом в сегодняшних нестабильных условиях? Что такое мудрость? Вы здесь. У вас кризис отношений. В чем мудрость? Сохранить брак или развестись. В чем мудрость? Может быть, вы сидите и думаете, у меня прекрасные друзья. Стоит ли мне пойти к ним или нет? Зачем я сижу здесь? В чем мудрость? Но если я пойду к друзьям, я подвергнусь соблазнам сделать неверный выбор. Где мудрость? Стоит ли мне бросить моих друзей и начать новую жизнь? В чем мудрость? Так мы с вами можем долго рассуждать о том, что такое мудрость, задавая подобного рода вопросы. Может быть, вы сидите здесь и думаете, как поступить мудро? Стоит ли мне до отпуска записаться в малую группу? Или лучше сделать это после? Как поступить мудро? Может быть, вы находитесь в трудной финансовой ситуации? У вас неважно обстоят дела с деньгами. Что такое мудрость? Мудрость? Мудр ли отдавать и быть щедрым? Или мне лучше погасить долги и наладить свои дела? В чем мудрость? Нам она нужна во всех сферах жизни. Нам нужны не здания, а мудрость. Недавно мы отмечали 35-летнюю годовщину свадьбы. Возможно, вы забыли, когда мы были в церкви в день венчания. Пастор прочитал нам следующий стих из Библии. «Научи нас так счислять наши дни, чтобы нам приобрести мудрое сердце». Когда вы считаете дни, сколько их вам еще отпущено, и что вы можете сделать за это время в своей жизни, вот эта мудрость. Тогда вы начинаете делать выбор. Мы не были мудрыми тогда, когда мы венчались. Но мы приобрели мудрость, считая наши дни. Нас не было три недели. А в 35-ю годовщину нашей свадьбы мы навестили Дика Бессинга. Дику за 70. Он буквально доживает свою жизнь. Ему недолго осталось, но если вы придете к нему, вы увидите, насколько он радуется жизни. Он светится от радости. Он с нетерпением ждет жизни, которая у него впереди. Он с нетерпением ждет, когда Господь придет за ним. Он молится о его скором пришествии. Это невероятно. Мы встретились с Хендриком Кернеллом. Он уже три недели лежит в больнице, ему всего 50. Но он очень болен. Вот теперь вы задумались, да? Мудрость в умении считать свои дни. Учитесь считать свои дни и учитесь бережному общению со своей жизнью. Ведь каждый день — это данный Богом дар. И как вам каждый день своей жизни менять мир к лучшему? Соломон просил у Бога мудрости. Мудрость — это дух. В сущности, Соломон сказал следующее. Позволь мне быть похожим на тебя. Дай мне твоего духа. Будь со мной рядом. Позволь мне видеть все твоими глазами. Дай мне твои откровения. По сути, он просил следующее. Сначала я найду Царствие Божье, Царствие Христа. Христос говорит, я свет мира. Только здесь больше, чем Соломон. Сначала найди меня. Соломон просил мудрости у Бога. И Бог ответил ему. Я дам тебе и все остальное. Чего хотят люди? Богатство, славу. Иисус говорит, сначала ищи Царствие Божье, а все остальное приложится тебе. Сначала ищите мудрости, сначала станьте мудрыми. Сначала мы с вами посмотрим, в чем конкретно заключается мудрость. Царствие Божье состоит из праведности, мира, шалома и радости. Шалом — это мир в вашем духе. Шалом — это мир в духе, в мыслях, в чувствах, в вашем разуме. Мир означает силу и здоровье в вашей жизни, в вашем теле. Мир — это крепкие и здоровые отношения с Богом, с самим собой, со своими родственниками, друзьями и детьми. Мир — это когда все области вашей жизни склоняются перед мудростью Бога, когда ваши пальцы складываются в кулак, а вы твердо стоите на ногах в своей жизни. Мир — это уметь отказаться от своей мудрости и своих представлений, от своего мнения, и все это — подчинить мудрости Бога во всех областях своей жизни. Склонить свою жизнь и свое эго перед Богом. Иногда все это кажется очень сложным и противоречивым, но в Библии сказано, если мы склонимся перед Всевышним, то мир, который превыше всякого ума, наполнит вас и будет вести вас по жизни. Мудрость — это нечто очень сильное. Знаете, я размышлял на неделе о мудрости, о Христе, о Его поиске, о поиске Его Слова. Это все напоминает семя. Слово — это семя, и Христос — это семя. Если мы посадим семя в наше сердце, то оно принесет плоды. Оно дает росток, оно растет, и мы сами не понимаем, как это происходит. Как вы приходите к миру вне всякого понимания, сажая Слово Божье в вашем сердце и позволяя ему работать? И в результате вы не понимаете, вы не можете осмыслить, каким образом мир, вне всякого понимания, оказывается в вашей жизни, существует в ней и задает ей направление. Мудрость — это невероятная сила. Мудрость идет намного дальше, чем знание. Возьмем в качестве примера царя Соломона и разберем ситуацию, когда две женщины пришли к Соломону с младенцем. Они ссорятся, выясняя, кому принадлежит этот ребенок. Соломон не предлагает им сделать ДНК-тест, чтобы выяснить. Он не смотрит на внешние черты, он не использует знания. У него уже готов мудрый ответ, который может дать только сам Бог. В Библии говорится об этом, «Если тебе нужна мудрость, попроси ее у Бога». И он даст тебе ее. Ответ Соломона был непредсказуем. Нужно иметь смелость, чтобы сказать такое. Он сказал, «Разрубите младенца пополам». Как вы думаете, чем он руководствовался? Он сам придумал. Я считаю, что эту мысль он получил от Бога. Он произносит эти слова, и сразу находится настоящая мать-ребенка. Так нам с вами нужна мудрость в наших браках, воспитании детей в работе. Но когда мы ждем Бога, склоняя наши жизни перед Ним, тогда мы получаем мудрые мысли. Вы можете подумать, что это вы сам такой умный. Но эти мудрые мысли дает Бог. Это его мудрость в нас. Знаете, давайте будем идти с мудростью. В чем разница между знанием и мудростью? Я подумал о следующем примере. Знание — это информированность о том, как использовать парашют. Знание — это осведомленность о том, что парашют у вас за спиной. Знание — это осознание того, что если вас вытолкнут из самолета, вы впервые родитесь в воздухе. Все это знание. Знание прекрасно. Вы будете наслаждаться моментом биения жизни, когда вас будут выталкивать из самолета. Но если вы ничего не сделаете, то все тоже будет прекрасно. Биение жизни — лишь миг. И вы будете мертвы через одно мгновение. На вас действует сила притяжения. Соломон говорит, что жизнь — это воздух и пустота. Знаете ли вы, что означает слово «парашют»? Не стоит мне объяснять. Вы сразу же думаете о Святом Духе, но парашют означает отпадение. Парашют нужен нам, чтобы не упасть. Парашют предотвращает падение. Святой Дух предотвращает эффект отпадения Адама на нашу жизнь. Это и есть Святой Дух. Это мудрость Бога. Только мудрость Бога дает вам силу и победу над силой притяжения, чтобы вы могли приземлиться в целости и сохранности. Вы получаете невероятный опыт прыжка из самолета, наслаждаясь потрясающим видом. Между знанием и мудростью есть разница. Мудрость — это раскрытие данного вам Богом парашюта. Знание — это осведомленность о том, что у вас есть парашют. Знание — это информированность о том, что у вас есть парашют. Но знание вам ничего не даст. Мудрость — это раскрытие парашюта, освобождение от притяжения. И умение насладиться жизнью в изобилии. Когда мы с вами хотим поступить мудро, мы встречаемся с двумя проблемами. Как мне жить? Опираться ли мне на мудрость Бога или на свою собственную? Мы с вами не любим, когда нам говорят «ты своенравный», или мы с вами живем по мудрости Божьей, или мы с вами своенравны. Другого не дано. Как живете вы? Мудрые ли вы? Или вы своенравны, или вы отложите слово Божье, то вы своенравны. Адам и Ева вкусили плод с дерева познания добра и зла. Они обладали знанием. Знание прекрасно. Они знали, если я съем эти плоды, я умру, а если эти, буду жить. Это знание от плодов дерева познания добра и зла. Мудрость Бога звучала так. Не ешь плодов с этого дерева. Адам и Ева были такими же людьми, как мы с вами. Какими? Своенравными. Видите? Они пошли со знанием. Многим людям очень нравится приобретать знания Библии. проповеди для них должны быть очень глубокими. Они должны будить их разум. Мудрость не должна быть сложной. Мудрость заключается в простых принципах Божьего Слова, которые вы можете применить. Мы проповедуем не для того, чтобы увеличить в объеме ваш мозг. Мы проповедуем, чтобы изменить вашу жизнь. Мы проповедуем, чтобы добавить вам мудрости, чтобы вы делали правильный выбор, чтобы вы считали дни и организовывали свою жизнь, руководствуясь мудростью Бога. Адам и Ева были своенравными. Что такое своенравие? Это противоположность понятию «мудрость Божья». Мудрость Бога — это слово Божье. Мудрость Бога — это Дух Божий. Но Дух Божий и своенравия нашего Духа противостоят друг другу. Это означает, что мы всегда должны выбирать. Мы всегда чувствуем напряжение. «Выберу я мудрость Бога или свой собственный нрав?» Адам и Ева увидели тот плод. Он был привлекательным, аппетитным. И к тому же, съев его, они бы стали мудрее. Их своенравие кричало «сделай это». На протяжении всей жизни мы должны делать этот выбор между мудростью и своенравием. Мудрость — это слово Божье. «И спасибо Господь, что ты любишь своих непослушных детей». Мы любим своих непослушных детей. Бог Отец любит своих непослушных детей. Но мудрость и любовь позволяют Отцу дать детям, Адаму и Еве, свободу выбора. Он дал им выбор. И у нас всегда есть выбор. Мудрость или своенравие. Тот, кто любит своих детей, позволяет им приобрести мудрость ценой потерь и ошибок. Бог позволил нам ценой потерь и ошибок приобрести мудрость. Он не осуждает вас за неверный выбор. Он любит вас. И, конечно, Он хочет, чтобы вы учились на своих ошибках. Он хочет, чтобы вы приобрели мудрость ценой потерь и ошибок. Но как поступает хороший Отец, если его сын находится в трудной ситуации по своей собственной вине из-за своего неверного выбора, будучи своенравным. Любящий Отец не оставит своих детей на произвол судьбы. Бог Отец не бросил Адама и Еву, живущих в ловушке своего неверного выбора. Он не оставил их одних. Конечно, ребенку нужно помочь. Но иногда дети страдают от собственного упрямства. Но их эго еще настолько огромно, что они еще не готовы принять помощь. Может быть, вы сидите сейчас здесь, в сущности, вы находитесь в ловушке, и вы еще не готовы покончить со своим эгоизмом ради мудрости Бога. Но если вы хотите, чтобы вам помогли, попрощайтесь со своим эгом, своим упрямством, своими доводами, своими представлениями, своей теологией, и примите мудрость Бога. Адам и Ева были в ловушке своего упрямства. Потому что они не все понимали в мудрости Божьей. Тогда они и покрыли себя фиговыми листьями. Они еще не знали, что, упав, эти листья сгниют. Лист фигового дерева похож на нашу ладонь. Он пятипальный. Они потеряли мир в их духе, мир в их душе, мир в их телах, мир в их отношениях, и мир в их обеспечении. Они потеряли все. Они попытались разрешить все пятипальными листьями и вернуть себе мир Божий. Но все, что вы делаете от себя, чтобы жить в мире Божьем, пропадает. Сам того не зная, как вы снова останетесь без одежды. Бог говорит, что нам нужно долговременное устойчивое решение. Мы с вами живем в век переработки и долговременного использования материалов. Нам нужно качественное и устойчивое решение. Понимаете? Ваше упрямство не работает. Вам нужна Божья мудрость. Ваши пятипалые листья непригодные. Бог заклал животное. Я думаю, это был агнец. Как Иисус, агнец, который был заклан еще до сотворения мира. Мы с вами относительно недавно говорили о пяти чудесах Христа. Он был изранен за наш дух, изранен за наши души, за наши тела, за наши отношения, за наши финансы. Мир, превосходящий понимание, есть сам Христос. Вы видите, что Адам и Ева должны были отодвинуть свое эго в сторону, убрать свои фиговые листья, чтобы надеть на себя шкуру агнца. Чтобы принять то, что хочет дать вам Бог. Вы должны отпустить придуманное вами, а потом принять то, что даст вам Бог. как нам с вами облачиться в Иисуса Христа. Как? Это очень просто. Это совсем не сложно. Тот, кто крестился в смерть и воскресение Иисуса Христа, обличился в Христа со своим эго, теологией и размышлениями. Вы можете придумать все, что вам угодно. Иисус говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Остальные будут за бортом. в этом и есть мудрость Бога. Скажите мне, что вы выбираете свои нравия или мудрость Божью. каков ваш выбор? Слушающие слово Мое и верующие в пославшего Меня имеют жизнь вечную. А не верующий уже осужден. Это не моя мудрость. Это мудрость Бога. Иисус рассказывает притчу о царе, организующем праздник. Как сегодня мы говорим, всем добро пожаловать на Мой праздник. Так и сказал Он. Вы все сегодня пришли на праздник. Вы все сидите здесь в зале. Мы рады всем. Не важно, что вы сделали, кто вы такой. Все готовы к празднику. Если вы приходите на праздник, мудрый царь придумал, что это будет ни ваш стиль, ни ваш образ, ни ваша манера одеваться. Царь сказал, когда ты придешь ко мне, я буду определять, какую одежду ты наденешь на праздник. Все согласились с одеждой царя для них, кроме одного человека. Он сказал, мне не нравится эта одежда, она некрасивая. Мне не нравится полосатая, мне не нравится то, не нравится это. Я останусь в своей одежде, своенравия. Царь зашел внутрь, идет и смотрит на людей на праздники, весело, и вот встречает того одного. Разве ты никого не видел у дверей, когда входил? Я дверь, я путь, я истина. Да, но я хочу сделать по-своему, хорошо. Царь сказал ему, ты не надел мою одежду, не следуешь моей мудрости. Я здесь царь, поэтому я указываю тебе на дверь. Прости. Выбирай мудрость или своенравия. Второе, что я хочу отметить, мудрость – это трепет перед Словом Божьим. Мудрость – это трепет перед Словом Божьим. Знаете, вы можете сказать, я верю тебе, я уважаю тебя, я ценю твое видение, твою мудрость, но если вы постоянно сопротивляетесь чьей-либо мудрости, то вы не уважаете и не трепещите перед ним. Я имею в виду, что это основное. Вы скажете, я верю в него, я уважаю его, но если вы не делаете то, что он говорит, то вы не уважаете его, не трепещите перед ним. Трепет перед Богом начинается сознание, кто он такой, и через это трепет перед Словом его, уважение его Слова. Вы не пренебрегаете его Словом, вы отодвигаете его сторону. Вы ставите Слово его выше всего в вашей жизни. Мы с вами можем тут спеть красивые песни, поиграть друг с другом в прекрасную церковь, и радостно поедите по домам с осознанием того, что мы христиане. Разве вы верите, что все на самом деле так работает? Всевышний, Всесильный, Всеобъемлющий, Всезнающий и Единственно Мудрый так описывает Его Библия. Всевышний, Всеобъемлющий, Всесильный, Всезнающий, Единственно Мудрый Бог. А вы хотите быть умнее Его? Знаете, когда мы начинаем понимать, кто Он такой, я имею в виду, что трепет перед Богом, богобоязненность, это не страх, это восхищение Его величием, Его царственностью, тем, кто Он такой. А дальше мы идем и делаем, что Он велит нам. Почитаем из притч глава 1 стих 7 Начало мудрости страх Господень. Глупцы только презирают мудрости и наставления. Видите, если вы хотите собрать знания, то вы должны начать с того, что сказано в Библии. Уважаю ли я эти слова, готов ли я сделать то, что там сказано, даже если это мне не нравится, готов ли я сделать то, что там сказано. Я сразу перейду к своему следующему вопросу. Я вижу, что мне нужно поторопиться. Мудрость это не только знание, но и умение действовать по Слову Божьему. Во-первых, мудрость это знакомство со Словом, а следующий шаг это действовать по Слову Божьему. Псалом 110 стих 10 Начало мудрости это страх Господень. Начало, понимаете, разум верный у всех, исполняющих заповеди его. Хвала ему пребудет вовек. Как вы читаете Библию? Читаете вы Библию для того, чтобы понять, как вам действовать в согласии с ней, что вам нужно изменить в жизни? Как вы читаете Библию? Посмотрите на вторую главу притч стих 1. Знаете, во что я верю? Только тогда, когда мы погружаемся в Слово Божье, мы можем открыть для себя, насколько Бог мудр. Но как нам это сделать? Давайте почитаем вторую главу притч стих 1. Сын Мой, если ты примешь слова Мои, все начинается с того, что я читаю Слово, я принимаю его. Я не дискутирую, я принимаю «сохрани» при себе заповеди Мои. Я прочитал и сохранил в сердце то, что ты сказал мне. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Можно сравнить с тем, когда вы, включаете песню в свой плейлист. Это красивая песня. Я включу ее в мой плейлист. И теперь, когда она у меня в плейлисте, я вновь и вновь буду ее проигрывать, вновь и вновь, потому что она мне очень нравится. Смотрите, что нам говорит Библия. Я принимаю слово, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, потому что вы его услышите. Приходит следующее, и наклонишь сердце твое к размышлению. Мое сердце говорит мне, я не буду делать этого. Но так как вы его приняли, происходит следующее. Вы наклоняете сердце к размышлению, и оно делает то, что он говорит. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, то есть вы видите, вы слышите его, вы принимаете его, вы сохраняете его внутри, вы каждый раз его проигрываете внутри себя, и вы призываете знания. Отец, пошли мне откровения, дай мне понять, что здесь написано, дай мне откровения, помоги мне применять твое слово в моей жизни. Это семя, которое вы сажаете внутри, себя, в своем сердце. А сердце может быть твердым, там могут быть камни, там растут сорняки, но вы видите, здесь процесс, я принял его, я слушаю. И все это можно сказать о каждом стихе в Библии. И вот я слушаю, 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 и каждый раз снова я проигрываю его в моей голове, и каждый раз я снова молюсь и зову его. И это напоминает мне один стих, который я нашел в Библии. Знаете, не важно, в Библии много слов. Вам не нужно веками искать, что Бог вам хотел сказать. Возьмите понравившийся вам стих. Вчера я читал Библию, я выбрал цитату дня. Будешь ли проходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься. Прочитайте, это очень красивый библейский стих, но вы можете прочитать и сказать, Бог говорит ,